друзья привет это 12 выпуск мой публичный портфель география инвестиций и сегодня мы подведем итог июня посмотрим что мы наторговали в этот месяц поехали итак начнем с приятного пришли нам дивиденды от x5 retail group пришло всего 5 долларов 12 центов но все-таки пришли также поступила выплата дивидендов от файзер нам заплатили 2 доллара 11 центов итак в июне я сократил максимально свой портфель я продал такие бумаги как x5 retail group после закрытия дивидендов был дивидендный гэп дивидендный гэп закрылся и я продал данные актив также с прибылью я закрыл позицию по компании орган он получил около 10 процентов закрыл позицию по энергетической компании тоже где-то около плюс 14 процентов также закрыл по газовой компании с небольшим плюсом gd ком тоже я продал у меня была всего одна акция и держать ее я не видел смысла headhunter тоже закрыл это плюс 7 процентов а также нам еще поступили одни дивиденды это интерау заплатила она нам 361 рубль интерау это ну совершенно не дивидендная компания не платит дивиденды всего один раз в год закрытия реестра в конце мая также я закрыл позицию по компании gilead плюс 10 и я из нее вышел плюс было закрытие дивидендов и мы ждем еще выплату дивидендов по этой компании закрыл позицию по компании мер плюс 10 процентов закрылся я на 78 долларов за акцию ожидаемые 80 долларов за акцию мы так и не достигли за это время почему я закрывал эти позиции я закрывал их для того чтобы переложить освободившийся кэш в ту бумагу которую я с данный момент вижу что будет рост эта компания хаттингтон было ожидание что банковский сектор подрастет но пока мы находимся в таком боковике ждем начала отчетов и первыми как всегда будут отчитываться банковский сектор поэтому я держу эту бумагу выходить из этой бумаги я планирую где-то по цене 15 50 16 долларов за бумагу потому что дальнейшего роста я не предвижу по ней поэтому мы закроем именно на этой отметке также по компании хаттингтон произошло закрытие реестра акционеров и мы ожидаем выплату дивидендов по этой компании также я увеличил позицию в телекоммуникации это американская компания я увеличил свою позицию с 5 акций до 14 по компании ожидается закрытие дивидендного реестра 7 июля дивиденды достаточно хорошие более одного процента поэтому пока я и планирую и держать если будет дивидендный гэп возможно мы докупимся цель роста по бумаге это 59 долларов за акцию у меня есть сейчас средние 56 долларов 29 центов также я снова вошел в компанию полиметал купил всего 10 акций будем держать цель 1750 по бумаге в аутсайдерах у меня в портфеле это компания discovery и компания вип-шоп пока держим не докупаем не усредняем позиции пока просто наблюдаем свободный кэш мы держим либо для покупки усреднения позиции по вэризон либо по хаттингтону из российского рынка аутсайдера у меня это интераум минусует более четырех процентов и компания нлмк после закрытия реестра акционеров был дивидендный гэп были очень плохие новости для для наших российских металлургов и к сожалению акция скорректировалась очень хорошо потеряв в своей цене сейчас она торгуется на отметке 229 рублей 74 копейки но мы держим потому что это хорошая дивидендная история дивиденды выплачиваются каждый квартал дивиденды хорошие и пока мы не намерены ее продавать а будем только увеличивать в ней позицию если она будет спускаться еще ниже также компания руссагра сейчас находится в небольшом боковике входит в диапазоне девятьсот девяносто тысячу десять пока ее держим не продаем также ушел в боковик наша нефтянка тот нефть торгуется в диапазоне 500 40 550 500 330 компанию мы пока держим закрытие реестра акционеров будет 7 июля процент по доходности составляет 2,29 не думаю что после закрытия реестра акционеров будет большой гэп хотя все возможно я все-таки надеюсь на то что цена на нефть нас поддержит и мы пойдем опять в рост наша цель 600 рублей за акцию но я также предполагаю что тот нефть может сходить и на 500 рублей также немного подрос доллар у нас 60 процентов портфеля это доллары 40 процентов это рубли и так доходность моего портфеля за июнь составила одну целую семьдесят восемь сотых процента доход небольшой но все-таки мы пока показываем только положительную динамику в росте нашего капитала что же ожидать от рынка в ближайший месяц я думаю глобальной коррекции мы опять не увидим не будет никакого армагеддона будет либо боковик либо небольшой рост потому что экономика соединенных штатов она развивается она вышла на уровне до пандемии что касается российского рынка что здесь не так все радужно опять у нас в россии новая волна заболеваний корона вирусом индийский штамм опять же максимально сейчас начинают уже принудительно вакцинировать всех кто работает допустим в бюджетной сфере кто работает с людьми ожидать какого-то закрытия страны опять посадить всех на локдаун я думаю правительство на это не пойдет потому что опять же это скажется очень пагубно на бизнесе российских компаний по нефти возможно мы увидим рост потому что страны опек на заседании опять решили немножко увеличить добычу нефти на данный момент нет дефицита в нефти продуктах поэтому небольшой рост или стабильный боковик по нефти мы увидим на данный момент новых идей для покупок у меня нет мы держим те позиции которые открывали еще в мае в начале июня будем ближе к августу скорее всего выходить полностью в кэш и смотреть уже на то что будет в сентябре потому что все равно рынок очень высок и покупать на данных уровнях я бы не хотел так что мы будем анализировать рынок смотреть на те бумаги которые показывают худшую динамику которые уходят в коррекцию и возможно будем пополнять наш портфель новыми активами на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца внизу в описании есть ссылка на открытие брокерского счета подпишитесь на канал поставьте лайк поделитесь им в социальных сетях до новых встреч на проекте география инвестиций всем пока